в лесу родился грибочков грибок и грибочок пошли они на плиточку это не те грибы которые я вчера по дороге видела они такие же были большие это те грибы которые у меня собирает наш который убирает терминов и ставить не в холодильник он ставит и ставит наш уж с ними делать сейчас я их побою и сделаю порчине импанатик процессе пока чистила грибы я передумала я приготовлю пасту в духовке с белыми грибами зеленым горошком из прошуто котто потому что грибов оказалось мало а надо чтоб хватило на всех а вот импанатик мы сделаем следующий раз импанатик делаются очень просто нарезаются вот такими кусочками грибы обваливается в муку в яйцо в панировочные сухари а так как у меня народу много грибов мало зажарка готовая хотя сюда можно было просто масло добавить зубов чеснока но я сегодня сделаю зажарку а так просто подсушить что я и делаю это минут 5-7 уйдет на большом огне помешивая их просто подсушиваю пока не солю не перчу ничего с ним не делаю когда уйдет лишняя влага подсолим и подперчим его будет мало но вкус будет замечательный поэтому для объема даю зеленый горошек и сейчас пойду отрежу себе кусок прошуто и тоже нарежу его на кубики и в это время приготовлю соус без шамель зеленый горошек это может быть не зеленый горошек это не обязательно если у вас просто морковка это может быть лук с морковкой если у вас холодильнике завалялась какая-то сосиска это может быть просто сосиска вы видите у меня прошу то тоже немножко как с жирком сейчас его вместе с грибами чуть-чуть дам этому жирку чуть-чуть расплавится можно и не давать в духовке все равно все расплавится сейчас еще осталось отварить пасту и наше блюдо готово готовится очень быстро хотя название такое длинное паста альфорно кон порчини и зелли и прошуто а готовится на раз-два кто-то в комментариях написали я приготовьте им макароны по-флотски так вот вот это по итальянскому будет называться по флотски макароны подсоленные подперченые со жменькой сыра все наши ингредиенты причем пузырь бог забивает все и такая не очень густая я бы сказала жиденькая бешамель все смешиваем заливаем противень и запекаем в духовке можно посыпать сыром можно не посыпать вот так выглядит паста перед запеканием ополаскиваю бешамель чуть-чуть водички видите не должна быть сухая покажу потом потом в виде это мясо на завтра и на послезавтра еще пару минут 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 как раз 11 30 и зашел я снимаю пасту и я говорю так не г г г а не свеж у меня не хватает вот такое оливковое масло маленькое принес поехал на закупку я мою пол и начинаю обед кто у нас сегодня будет грибным человеком мы точно не мы у нас сегодня копаем як проиграни тут копаем тут сразу засыпаем хух и там во дворе уже делов понаделали сейчас пиду покажу пид вечер кули уже докопал и себе почти досыпал и вышло солнечко а то дождяра зараза лив вот таком и понаробляли сюда 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 у нас стоит кучи с 30 30 тонн привезли здесь 15 было а еще и мусора уже не мало нас сегодня все-таки кучка осталось может и туда навозили по поводу электро инструмента мы потихоньку переходим на днепроем цена качество и сервис раньше качество было гамно ну такое себе я что для дому то любым можно брать я что работе ремонт и постойно пользоваться то лучше брать и днепроем они сейчас лучших контор зарисовывают все а самый больше мне сервис нравится прийшов гарантия хороша но там дуже много и отдал за 15 минут если не сделали так же самое новое отдали и пользуйся дальше а инструмент такий типа автомобильные наборы там ключи головки как они там трещотки то то вообще там по жизни гарантия главное не загубить если хватит ума урвать приходишь то б сразу поменяли и все так что мы переходим на днепроем а хорошее конечно еще хилки ну там дуже дорого там больше переплачуешь за бренд чем за качество так что если кто что хочет соби купить купить днепроем ну это сугубо мое мнение так а еще мы все за хату и трохи навели порядок куда землю возили та что была лишняя загрузили в камаз а остальное растянули по территории все это пар буряну не видно и земля бишь меньше ревненько а дальше хай зелені граются им все все равно тут полив копать газон стали хай вони уже собі тут ревняют так я хочу вот так работаю лопата теки 30 а шо треба ж вот так вот надо зароблять на гелика бьем думал мне гелика на новый рік дед мороз подарить але бачу дед мороза другие планы на заирик то придется заработать больше мало быстрее купить себе мазерати чем я гелика не ну я теки рады буду но это ж не по понятиям я ж старший я книг знаешь что я понял коли мы начинаем нормально заработать николы начальство над душой стоит оголы нема света и интернета это точно надо на весь рабочий день все отключать как цыганка сейчас мне машинку пропылесосят промыют слава у тебя щебенка а у меня ленька у нас уже 6 май струги короче маникюр испорченный маникюр называется у нас будет столик столик карета подай-принеси в общем как он называется ресторан на нож когда ресторанные ножки так что там коробочка на диване Сначала надо эти, да? Мазули натирать будем? Да, у меня тоже только прошли. Главное, в дырочку попасть. Боже, ничего не вижу вообще. Главное, по центру. Сейчас мы накрутим, будем разбирать. Слышь, а наш адрельный шуруповерт, нет? Наш адрельный шуруповерт, нет, только дрели. Надо тебе на новый год шуруповерт подарить. А ты как крутишь? А, тоже поперёк, правильно. У меня тоже поперёк. Потому что, видишь, там вот эти вот... Поперёк, да? Так оно ж упало. Что ты поставил? У него став, не став. Ладно, соберем, покажем. Славуня, смотришь и учись, как женщины работают. А то ты думаешь, что мы тут ничем не умеем. Главное, молтипу находится. Умная окея. Так, значит, отвертка вверх. это сюда и этим попасть в дырочку, да? Блин, надо же дырочка. Ой, провтыкала. Ты попала в дырочку. Ой, съела. Ножка съела. Вышла. Вот этой отверткой надо вот это держать, да? Получается поймать или нет? Что ты поймала? Да, ничего не поймала. Я тоже наконец-то. Просто надо тут увидеть дырочку. А я ее не бачу. Сильно запала. Назад. Она должна быть, наверное, вот так вот. Это на какую уж-то глубину, блин. Ой, почти смешной столик, почти готов. Осталось колесики прикрутить. И будет такая красота на кухне. Как полочка, как столик, для чайника, для кофейника. И просто так. Кто скажет, как колесико крутить? По прямой? Или так? В сторону ездила. Ладно. Прикрутим по прямой. А то в сторону не надо. А то пойдет налево наш стул. Вот. Прикрутим по прямой. Прикрутим по прямой. Прикрутим по прямой. Прикрутим по прямой. Продолжение следует...